Здрасте, вам дома? Работу Татьяны Ильиной приятной не назовешь. Вот так каждый день ей приходится быть незваной гостьей в семье, где не все хорошо. Она 16 лет, инспектор полиции и отдела по делам несовершеннолетних. За это время чего только не видела. Сейчас под ее контролем 23 ребенка и 27 родителей, которые пошли по кривой дорожке. Задача – исправить жизненный путь. В семье Елены Руслановной пять детишек разного возраста. Самой взрослой дочери уже 19. На учет комиссии женщина попала случайно. Семья была выявлена у нас при помощи школы. У нас были рейдовые мероприятия, когда мы проверяли просто семьи, ну соцриск, скажем так, поскольку семья многодетная. Мы пошли туда с проверкой. Ну, мама оказалась в состоянии похмельного синдрома. Вот, мы взяли эту семью на контроль. Начали с этой семьей работать. Тем более, условия жизни, как вы сами видели, там оставляют желать лучшего. Под присмотром полиции, так сказать, погулять от души совесть уже не позволяет. В любой момент могут прийти. Поэтому алкоголь больше в семье не в приоритете. И это уже большой плюс. Следующий адрес, куда направилась инспектор, совсем рядом. На соседней улице живет Алевтина Викторовна. Не закрыто. Здравствуйте. Это мы к вам. Не пугайтесь. Вы тут ремонт, папа говорит, сделали немножечко, да? Комиссию встречает женщина в возрасте. На попечении бабушки шестеро внучат. Сколько у тебя братьев, сестер? Одного Глеба, одному Настя, одну Анька, одного Егор и одну Лерку. Сколько всего? Шесть. Шесть. В семье случилось горе. Все эти ребята, совсем еще малыши и подростки, недавно остались без мамы. Папа целый день на работе, а Алевтина Петровна занимается хозяйством и как может, воспитывает ребят. Вот только дети стали конфликтовать со сверстниками. Тем самым и привлекли внимание полиции. Иногда дети проявляют у нас немножечко в своем поведении какие-то нехорошие моменты, скажем так. Ну, не совсем уж нехорошие, но это дети, есть дети, конечно. Поэтому мы работаем с детьми, работаем с этой семьей, проверяем их. Ну, в целом, как бы сейчас у них улучшились жилищные условия, хотя тоже съемное жилье. Сейчас они сделали, ну, начали, точнее, делать ремонт. Как видим, ежедневная корпоративная работа инспекторов дает положительные результаты. Хотя случаи бывают разные, как и мировоздействие. Если достигаем мы какой-то цели, то есть прекращают родители, например, злоупотребление спиртными напитками, улучшается общий климат в семье, обстановка в целом становится благоприятной. И, естественно, жизнь детей в этом случае улучшается. И, соответственно, получается, что условия жизни лучше, отношения в семье, климат доброжелательный. К сожалению, подобные положительные примеры еще не стали нормой. Сейчас в городе около 400 детей в опасном положении. Они все стоят на учете. Ситуации бывают и совсем из ряда вон, например, в сентябре. Совсем маленькую девочку комиссия застала одну дома, пока ее мама выпивала у соседей. А мама что сегодня пила? Водку. С утра? А кто водку принес? Дядя, который там сидит. А где дядя сидит? Унельки. Унельки дяди сидит, он водку принес. Они унельки пьют? Да? А ты одна? Да. Или вот в тот же день ПДНчики переступили порог дома и ужаснулись, в какой антисанитарии живет многодетная семья. ПДНчики переступили порог дома и ужаснулись, в какой антисанитарии живет многодетная семья. В боюшке. Видите, как трястить начинает. Отказать в помощи таким людям не имеют права, но и забирать детей без разрешения суда тоже нельзя. У комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав большая просьба горожанам не быть равнодушными. И если вы знаете о беде, в которой оказался ребенок, позвоните по телефону, указанному на экране. Это может спасти чью-то маленькую жизнь. Ольга Григорьева, Дмитрий Григорьев. Наше время.